Военные деятели Среднего Жуза Казахстана Алибит Джангельдин, из племени Кепшак Среднего Жуза, Алибит Акжанович Джангельдин, КАС. Алибит Ажанлы Джангельдин, 1884, 14 августа 1953 года, казахский революционер и путешественник, участник гражданской войны. Алибит Джангельдин родился в 1884 году в ауле Кайдаул Тургайской области в семье бедняка Шаруа. Происходит из племени Кепшак 1-2. Когда Алибит было 10 лет, проезжавший мимо учитель, который был на тот момент преподавателем Тургайской ремесленной школы, заметил в мальчике способности к запоминанию и познанию и предложил ему приехать к нему в школу. Вскоре после этого Алибит убежал из дома и с попутным караваном приехал в Тургай. Он познакомился с учениками и преподавателями школы, среди которых был ссыльный учитель труда, с которым у него возникла дружба, гораздо большая чем между учеником и преподавателем. Именно здесь впервые он столкнулся с неизмеримой роскошью и беднотой. Именно в Тургай произошла его первая встреча с Батуром Амангельдой Имановым. Вскоре по наставлению богатых родственников отец забрал его из училища. Но в течение нескольких месяцев, проведенных дома, Алибит осознал всю несправедливость и обман царящую в степи. Он бежал из дома и отправился в Кустанай, где с легкостью, благодаря своей незаурядной памяти и знаниям, полученным в Тургай, поступил в русско-казахскую школу. Но и здесь отец его нашел и только по просьбе начальника училища, весьма уважаемого господина, согласился оставить его в школе. За год освоив весь материал и успешно сдав экзамены, Алибит Джангельдин по направлению школы уехал в Оренбург, где поступил в духовную консисторию. Здесь он встретился с влиятельными в степи земляками, но понимал, что их цели, может быть, и благородные, не могут видоизменить все давние обычаи и устои в степи. Освоив и сдав экзамены намного быстрее программы, благо что вся суть обучения заключалась в заучивании духовных цитат, он уехал в Казань. В автобиографии от 7 января 1947 года он писал, «Известия о Великой Октябрьской социалистической революции и захвате власти большевиками побудили его ехать в Москву, куда уже переместилась столица». Он встретился с Лениным, и оказалось, что эта встреча не первая. В Европе Ленин был на встрече с путешественником и хорошо ее запомнил, чего Джангельдин не мог сказать в свою очередь. В декабре 1917 года Алибиджангельдин был назначен временным комиссаром Тургайской области. В январе 1918 года Алибиджангельдин пообещал Сталину создать пробой швистские силы в Тургайской области, чтобы подорвать усилия ЛАШ по созданию автономии. В течение весны соперничество политических властей в степи означало, что превалировали анархии и насилие. В марте 1918 года газета «Сары Арка» сообщила, что типография АЛАШ была разгромлена, что вынудила газету «Казах» закрыться. Статья критиковала большевиков за это нападение, в частности роль Джангельдина. Со 16 апреля по 3 июля 1918 года по инициативе Джангельдина в Оренбурге выходила казахская язычная газета «Казахмоны» «Каз. Азамы» — орган Тургайского областного совета рабочих и крестьянских киргизских депутатов. Ее редактором был Назир Тюрякулов. Помимо публикации декретов советской власти, газета вела пропагандистскую борьбу с алашардинцами и белогвардейцами. Издание прекратилось после взятия Оренбурга белыми казаками под командованием атамана Дутова 5-6. В апреле 1918 года Тургайский облисполкомом направил в Москву делегацию во главе с Джангельдином для получения вооружения, боеприпасов и денежных средств. 14 мая 1918 года Джангельдин был назначен чрезвычайным военным комиссаром Степного края. В июне он вновь приезжает в Москву. В его распоряжении было выделено 68 миллионов рублей для Туркестана и Тургайской области, а также оружие, боеприпасы, медикаменты. Для доставки этого важнейшего груза был создан интернациональный отряд, прибывший в начале августа 1918 года в Астрахань, чтобы отсюда начать поход через безводные степи на помощь бойцам, сражающимся с контрреволюцией. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.